МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 7 дней. Студия Тимур Бекморзин. Смотрите в этой программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Футбольный карнавал в Казани. Скромные корейцы, активные аргентинцы, любвеобильные поляки. Какими мы их запомним? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Революция Васинова. Слушания по поводу мусоросжигательного завода превратились в балаган. Что будет дальше? В племенных хозяйствах скот не может быть больным. Куда исчезли племенные коровы в Черемшанском районе? Где искать следы от копыт? Репортаж 7 дней. У меня для всех вас замечательная новость. Все-таки футбольный бог есть. Сборная России обыграла именитую команду Испании. Знаменитую красную фурию и идет дальше. Это просто какой-то волшебный сон. Чудо! Скажите, вы могли в это поверить до начала чемпионата? Когда только ленивый из горе-аналитиков не бросил камень в команду Станислава Черчесова. Но Россия показала, можно сказать, феерическую игру в первых матчах групповой стадии. И, можно сказать, героически победила самих испанцев в 1-8. Мы в четвертьфинале и уже вошли в историю. Этот успех пока самая громкая сенсация со знаком плюс. Так уж случилось, что на этой неделе в Казани решалась судьба и другой легендарной сборной именитой команды Аргентины. Месси и компанию экзаменовала Франция. Еще один матч с приставкой «Супер». Как мы и прогнозировали, до Мундиаля Казани повезло сказочно. Целая россыпь шикарных матчей. Неповторимая атмосфера праздника мирового футбола, в которую в очередной раз окунулся наш корреспондент Сергей Темляков. Чемпионат мира в Казани на этой неделе был богат на события. Финальным аккордом стал матч 1-8 финала. В Казань вновь вернулась сборная Франции, самая дорогая сборная мира. Обыгрывать победителя группы «С» приехал Лионель Месси и сборная Аргентины. А вот интерактивная карта о событиях в городе в цифрах. Впервые за чемпионат загрузка отелей и хостелов 100%. Свободных мест нет. Самое раскупаемое лакомство – конская колбаса. Продана не одна сотня. Всех больше болельщиков приехало из Аргентины. 20 тысяч человек. Настоящий карнавал устроили болельщики сборной Аргентины на Баумана. Мимо пройти было просто нельзя. Кто-то танцевал под зажигательные песни, кто-то и вовсе изучал слова и подпевал. Город просто заполонили люди в футболках с надписью «Месси». А эти кадры мы сняли у гостиницы, где остановился легендарный футболист. Казань приготовила свой подарок для Месси – его портрет. Оценить граффити лидер сборной Аргентины мог, выглянув из номера в окно. Всю ночь и день у гостиницы дежурили фанаты. Мы пришли сюда, чтобы увидеть легенду футбола, нашего кумира Леонеля Месси. Я хочу сделать с ним фотографию и попросить, чтобы он оставил автограф прямо у меня на футболке, под надписью «Месси». На перекрестке с улицы Университетской болельщики устроили настоящий баттл. Несмотря на то, что представителей Франции было не так много, победила дружба. Французские болельщики были не так заметны в городе, разве что лишь вот эти, которые сделали фотографии на набережной, наверное, со всеми, кто там гулял. Казань – это город, потому что, когда вы приехали, все люди были в гостинице. Казань – это город, потому что, когда вы приехали, все люди были в гостинице. Удивительное настроение аргентинцы создавали и у стадиона. Их было слышно в радиусе нескольких километров. Я не могу петь, я сорвал голос на прошлом матче, очень поддерживал нашу команду. На Казань-арене получится только громко хлопать и размахивать флагом. В Казань приехал и Диего Марадонна. Несмотря на то, что аргентинские болельщики очень поддерживали свою сборную, увы, она проиграла. Счет 4-3 в пользу Франции. В среду в Казани мы стали свидетелями сенсации на чемпионате мира. Болельщики из Германии не сомневались в победе их сборной действующего чемпиона мира. Поддержать команду приехал большой десант фанатов. На улицах карнавала, как аргентинцы, не устраивали. В основном отдыхали в пивных барах. Русская еда – это хорошо. Мы счастливы проводить уже не первый день в России. Мы были в Москве, в Сочи и вот теперь в Казани. Нам нравится ваш город. Среди гостей – экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер с невестой. Ким Сойен, кстати, кореянка. За какую команду она болела, стало понятно из фото, которое опубликовал в Инстаграме Рустам Миниханов. Название фотографии – гол ворота сборной Германии. Фанатов из Южной Кореи в Казань приехало не так много. На наш взгляд, из всех болельщиков, посетивших столицу Татарстана, они самые скромные. Ведь, к примеру, этих ребят нам даже пришлось уговаривать спеть песню на камеру. Сборная Германии сильнее, чем сборная Южной Кореи. Но я надеюсь на то, что фортуна улыбнется. И Южная Корея победит. 2-0. Слова Хэнг Зен Ли оказались пророческими. Сборная Германии в сухую проиграла сборной Южной Кореи. Германия впервые в истории не вышла из группы. На этой неделе аналитическое агентство Турстат составило рейтинг посещаемости городов чемпионата по итогам группового этапа. Казань на шестом месте. После Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. Промониторировано в общей сложности более 5000 объектов с учетом кратности. Выявлено 59 случаев завышения цен. Выдано 22 предостережения о недопустимости нарушения данных требований. А также виновные лица привлечены к ответственности. Это речь о гостиницах и хостелах. Чтобы болельщик чувствовал себя комфортно, в Казани ведется большая работа. Все службы работают как часы. Специалистами Роспотребнадзора также выявлено 42 факта завышения цен на арендное жилье. Почему гости должны переплачивать? Материалы направлены в налоговую службу. Силовые структуры, помимо охраны общественного порядка, проводят и профилактические мероприятия. Например, ловят за руку перекупщиков билетов. Был задержан житель нашего города, 90-го года рождения, по факту незаконной реализации входных билетов. Он привлечен к соответствующей административной ответственности. Информационные шатры посетили 17 тысяч человек. Столько же раздали карт и справочников болельщиков. Самый интересный момент у нас на одном из шатров. Это был баум на Нагай. Один из колумбийцев подарил нашему волонтеру билет на матч. В среду впервые в истории чемпионата на стадионе «Казань-Арена» было сделано предложение руки и сердца. Болельщик из Южной Кореи подарил кольцо возлюбленной. Редакция «Ленты.ру» на неделе обнародовала интересные исследования. Рейтинг самых любвеобильных болельщиков. Самый флиртующий болельщик оказался из Польши. На втором месте – бразильцы. На третьем – аргентинцы. Самыми целомудренными эксперты назвали японцев и южнокорейцев. А этот ролик на неделе обсуждала вся Казань. Девушка пыталась познакомиться с болельщиком из Колумбии, но, видимо, ему не приглянулась. Но это ее не остановило. Она силой вывела фаната из автобуса. Я просто по-медицински вам объясню, что речь идет или о немфоманках, или об обычных хулиганках. Потому что ни одна простая российская женщина никогда не позволит себе такого отношения в отношении приехавших гостей. Эксперт нашей программы, известный в Татарстане, андролог Любовь Мумладзе говорит, что такие факты единичные. Они встречаются не только у нас, но и за границей. И отмечает – знакомиться нужно по правилам эцикета. К сожалению, есть такая ситуация, как дефицит любви. И есть женщины, которых недолюбили. Есть женщины, которые по жизни, в общем-то, одни. И, возможно, для них это представляется способ познакомиться. Другое дело, что ведут они себя, нарушая, так сказать, правила приличия. А вот интересная информация с фестиваля болельщиков. Здесь проанализировали, кто чаще всех приходит на фанфест. Оказалось, что 60% – это мужчины в возрасте от 25 до 50 лет. 40% – женщины. Наиболее многочисленными иностранными болельщиками является это колумбийцы. Более того, они еще бьют рекорды и по количеству продолжительности своего пребывания в Казани. На втором месте у нас это австралийцы, на третьем месте иранцы. Это топ-3 иностранных болельщиков, посетивших город Казань. Дарья Санникова, глава городского комитета по туризму, отмечает, самый раскупаемый сувенир – это русская матрешка. На втором месте – атрибутика FIFA. На первом месте – среди национальных сувениров – тюбетейки, куклы и изделия из кожи. Большой популярностью пользуется экскурсия именно двухэтажного автобуса. Я более того хочу сказать, что там очереди выстраиваются, потому что действительно интересно. Более тысячи болельщиков прокатились на велорикше. Помните, мы с вами ездили. То есть достаточно популярная услуга получилась. И людям нравится фотографироваться национальных костюмах. Праздник большого футбола продолжается. На следующей неделе в Казани, в Нижнем Новгороде, в Самаре и Сочи пройдут четверть финалы. Сергей Темляков, Андрей Мохов. Семь дней. Мировой футбол в Казани – это праздник. Футбол в России – это песня. И как бы нам не хотелось вечного продолжения этого праздника, это невозможно. Хотя бы потому, что не только футболом единым жила республика на этой неделе. Информационная повестка настолько насыщена, настолько обширна сегодня, что, честное слово, приходится жертвовать даже такой благодатной темой, как мировой футбол в Казани. На этой неделе было жарко и не только на футбольных полях. Жарко было везде в Казани. Вы скажете, что тут такого необычного? Летом должно быть жарко. Мы уже научились переносить и палящий зной, и духоту. Другое дело – последствия такой жары. Они довольно опасны. Дополнительные риски в связи с жаркой погодой возникают в местах массового скопления мусора. А таких мест и в самой Казани, и близ нее огромное количество. Даже полигоны ТБО небезопасны при такой погоде. Чего уж говорить о несанкционированных свалках, подсчитать которые просто не представляется возможным. Поэтому проблема эта серьезная и очень острая. В конце прошлой недели на полигоне твердобытовых отходов близ деревни Орел в Лаишевском районе произошел пожар. Слава богу, вовремя подоспели сотрудники МЧС. Огонь тушили водой с вертолета, а КАМАЗы засыпали очаги возгорания песком. Тушили на протяжении нескольких дней. Окончательно тление мусора удалось потушить только ближе к концу этой недели. По словам экологов, возгорание на свалках – обычное дело. В чем их причина и что нам с этим делать? Зарина Ахметова с подробностями. Лаишевский район Республики Татарстан. Суббота. 14 часов 12 минут. Именно в это время поступило первое сообщение о пожаре на полигоне ТБО. Тогда, когда многие были на работе, кто-то отдыхал на даче и даже не подозревал, что может произойти нечто подобное. Огонь затронул площадь порядка 150 квадратных метров. К счастью, сгорел только мусор. Хозяйственные постройки и люди не пострадали. Но едкий дым все же успел добраться до ближайшего населенного пункта – деревни Орел. Сильный заполнил? Да. А дым? Тоже много было. На месте работало более 30 единиц спецтехники. Каждые 10 минут вертолет с воздуха сбрасывал на место пожара около 3 кубометров воды. Но этого оказалось недостаточно. Мусор на полигоне разнородный и по расположению больше напоминает слоеный пирог. Это значительно усложнило процесс тушения, ведь чтобы изолировать его от кислорода, приходилось заводить грунт, причем в больших количествах. Имеется пустота значительная, имеются крупногабаритные сгораемые материалы, такие как остатки пиломатериалов, имеется мелкий мусор. Это затрудняет тушение водой и оставляет нам единственный только способ – это засыпка грунта. Что же касается влияния на окружающую среду, то здесь беспокойства были развеяны экологами, которые не раз выезжали на место и брали пробы воздуха. По результатам анализов, превышения предельно допустимых концентраций выявлено не было. Тление мусора продолжалось еще несколько дней, и вроде бы уже проблема стала сходить на нет, как еще новость – пожар на полигоне ТБО, но уже в Лениногорском районе. В 6.30 поступило сигнал мне на телефон от пожарной части о том, что горит полигон ТБО Ленингурского района. После чего мы собрали экстренное заседание КЧС, приняли меры, предупредили предприятие и приняли меры по ликвидации пожара. Огонь раскинулся на трех квадратных километрах. Очагов оказалось несколько. В тушине были задействованы две пожарные части – химическая станция и бригады МЧС. Сбить пламя общими силами удалось, но вот чтобы устранить очаг, приходилось подвозить грунт. Что же становится причиной таких возгораний летом? Несоблюдение технологии, высокая температура или же опасные газы? Нужно при пропуске автомашин с мусором, так скажем, чтобы тщательно проверялось, чтобы там не было тлеющего мусора, потому что лето, летнее время, больше 30 градусов отхода, и они при разложении выделяют биогазы, и они легко воспламенимы. Это естественный процесс. Он может произойти действительно в любую минуту, потому что в процессе разложения органических веществ, которые находятся в теле полигона или свалки, происходит выделение метана. Метан – газ, горючий метан – газ взрывообразный. То есть метан – это один из газов, который находится в смеси, которым мы включаем газовые плиты. Получается, что смесь всего того, что поступает на свалку, дает такую химическую реакцию, что полигон в жаркую погоду превращается практически в бомбу замедленного действия. И опасность ее заключается не только в том, что она может вот-вот рвануть, но и в том, какие вещества она выделяет в атмосферу. При сгорании в таких природных условиях, скажем, поливинилхлоридных материалов, шланги, пленки, материалы конструкционные из поливинилхлорида, температура там как раз 600-700 градусов, это идеальная температура, образуется диоксиной. Диоксины образуются только, я хочу подчеркнуть, не сжигание не любых полимеров, а только поливинилхлорида, то есть полимеры, которые содержат хлор. Исходя из того, что к нам на полигоны поступают отходы несортированные, это и пластик, это и полиэтилен, это и различная другая органика, вот они все горят, и продукты сгорания выбрасываются в атмосферу. Они выбрасываются в атмосферу без всякой очистки. Почти в каждом районе республики есть хотя бы один полигон, в общем их более 40. Чтобы не допустить таких случаев, на свалке должна регулярно производиться засыпка. Хотя и это, как оказывается, не всегда спасает. Что уж говорить о несанкционированных свалках, где за технологией никто не следит, и где в любой момент на жаре может произойти нечто подобное. Пожар уже в прошлом, и сегодня жителям близлежащего поселка ничего не угрожает. Почти ничего. Ведь корень проблемы – мусорная свалка площадью в 6 гектаров – осталась. И дать гарантии, что здесь, либо на любом другом полигоне, не произойдет возгорание, никто не может. И этот факт еще раз заставляет нас задуматься о необходимости мусоросжигательного завода. Зарина Ахметова, Роман Безменов. Что тут скажешь? Ситуация критическая, на мой взгляд, и дальше спокойно наблюдать за этими пожарами мы просто не можем, не имеем морального права. Да, МЧС и в этот раз сработало оперативно, но разве в этом дело? Как можно полагаться в таком вопросе на спасателей и пожарных? Они ведь только ликвидируют последствия беды. А почему мы никак не хотим взглянуть в корень проблемы? А если взглянуть, оценить риски, разве не время приступить уже сейчас к решению давно назревшего вопроса утилизации и переработки твердобытовых отходов? Эта тема масштабная, многофакторная, но если мы не хотим ее заболтать, а реально что-то сдвинуть с мертвой точки, вопрос мусоросжигательного завода в Казани встанет сам собой. А это уже тема не просто актуальная, она горячая, можно сказать, пылающая. Тем более, что на этой неделе в поселке Осиново под Казанью состоялись общественные слушания, посвященные предполагаемому строительству мусоросжигательного завода. Впрочем, уже одной этой фразы я рискую навлечь на себя гнев многочисленных противников строительства завода. Камень преткновения вот в этом самом слове состоялись. Мы знаем, что два лагеря этого противоборства сформировались еще в прошлом году. Заказчики строительства и жители окрестных поселков, и вообще жители Казани и пригородов. Так вот, представители самого многочисленного лагеря, лагеря противников завода, имеют свою версию того, что произошло в Осиново в четверг. Они считают, что слушания не состоялись. И с формальной точки зрения так оно и есть, поскольку ни о проектной документации строительства завода, ни о его воздействии на окружающую среду собравшиеся и слышать ничего не желали. Собрание моментально превратилось в балаган, и ничего фактически не вышло. И закончилось тоже вроде бы ничем. Но у каждой стороны, повторюсь, своя версия финала. Комиссия, состоявшая из представителей министерства строительства, подрядчиков, заказчиков и экспертов в сфере экологии, объявила слушание состоявшимися. Активисты, проведшие в Осиновском ДК маленькую бескровную революцию и наспех склотившие свое временное правительство, заявили, что дело обстоит как раз наоборот. Я думаю, что это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть. Михаил Любимов наблюдал за развитием этих удивительных событий собственными глазами. Тишина на поле брани. Ни котлованов, ни свай, ни заборов, ни замков, ни собак, ни колючей проволоки. Здесь нет ничего. Ничего такого, что, наверное, уже рисуют в своем воображении жители поселков, находящихся здесь неподалеку. Ведь это то самое место, где предполагается строительство мусоросжигательного завода. То, что оно только предполагается, здесь можно видеть невооруженным глазом, поскольку мы здесь с оператором одни, и, как видите, никаких других следов пребывания человека мы здесь не видим. Возможно, их видят местные жители, но мы обычно видим то, что хотим видеть. Завод не строится. А значит, еще одним аргументом у противников завода меньше, но есть тысяча других аргументов. И, приводя их, вполне можно убедить общественность в том, что права человека так или иначе были нарушены. Что и было продемонстрировано нам именно на этой неделе. Вы слышите? Это пехота выходит на поле брани. Пошли! 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 Небольшой дом культуры в небольшом поселке Осинова способен на многое, но не на все. Большая часть собравшихся еще до начала слушаний таким вот образом уже дала понять, что сидеть на месте не собирается. Но все-таки в доме культуры, пусть хотя бы и ненадолго, но одновременно присесть могут лишь 350 человек. Поэтому за бортом изначально осталось несколько десятков слушателей. Конечно, у нас сегодня встреча непростая. В зале все не помещаются. Но... Фактически слушания заканчиваются, не успев начаться, благодаря тому только обстоятельству, что протестующие никак не могут пустить в ход то, что принято называть превосходящими силами противника. Снаружи, кстати, все происходящее внутри можно не только слушать, но и видеть. Но полководцев, уже имеющих в запасе план «Б», совсем не устраивают небоеспособные резервные части. Уважаемые участники слушаний, я еще раз предупреждаю о том, что лица, чьи действия будут нарушать регламент, будут получать предупреждение и удалены из зала. Это замечание о регламенте первое и последнее в этот вечер. То, что происходит уже в первые минуты от начала слушаний, не поддается никакому регламенту. И вечер перестает быть томным в момент, когда на сцену выходят протестующие. Они недовольны составом председательствующей комиссии, состоящей из представителей министерств и ведомств, и всячески пытаются оспорить этот состав, предложив новый, свой. На тот момент не удается и это. Толпа от определения происходящего путем скандирования простых слов «позор» и «против» переходит к многократному повторению слова «посложнее», в котором уже заложены требования. Это слово «микрофон». Микрофон на данный момент символ власти. И он пока в руках у комиссии, члена которой один за другим в таких вот условиях шума и ярости толпы произносят свои доклады. Президентные проекты компании «Хидачи-Достанова» являются технологией номер один в Европе. Ключевой момент. Через 40 минут от начала слушаний отцепление все же прорвано. И в зал проникают остальные слушатели. Момент ключевой, потому что к этому времени члены комиссии уже завершают свои доклады. Протестующие об этом вряд ли догадываются, поскольку отчаянно отказываются что-либо слышать. Тишина. Нам с вами нужно сейчас немного этой тишины, чтобы мы наконец услышали то, что не услышали, не захотели услышать люди там на общественных слушаниях. Так что же будет, если мусоросжигательный завод все-таки будет построен на этой самой территории. Давайте послушаем мнение специалистов. Общественное слушание – это не выборы. Здесь не принимают решения за или против. Здесь лишь получают информацию и высказывают мнение. Какая информация могла быть интересна людям? Наверное, в первую очередь вот это. На эту картинку смотрели сотни глаз в Осиновском доме культуры. Но видели ли они ее? Расчеты рассеивания загрязняющих веществ. Круг – это санитарная зона вокруг завода. Один километр. Смотрим. 0,57 – 0,63 по ДК максимум. То есть значительно меньше предельно допустимых концентраций. Возле поселка Осиново эти концентрации падают до отметки в 0,4 по ДК. И это прогнозируемое значение не на высоте трубы под 100 метров, а на высоте двух метров только лишь. И это даже не диоксины, которыми пугают детей. И получилось в итоге, что наибольшую опасность из всех этих веществ будет представлять диоксид азота. Это то вещество, которое есть в выбросах любых теплоэнергетических объектов, любых предприятий, в выбросах каждого автомобиля. Этот диоксид азота образуется. И с учетом современного фона, его концентрация на границе расчетной ориентировочной санитарно-защитной зоны будет достигать максимум 0,64 по ДК. То есть она будет примерно на треть ниже установленных нормативов. Та польза, которую несет данный проект для экологической обстановки в республике, во-первых, многократно превышает ту нагрузку, во-вторых, критического воздействия или любого воздействия, которое бы несло необратимые последствия, в данном проекте нет. Любое общественное мероприятие должно проходить с соблюдением регламента. Но люди не верят. Не верят уже никому. И в маленьком ДК через час от начала слушаний происходит маленькая революция. Сцена захвата президиума выглядит весьма театрально. В этот момент на сцене Осиновского ДК, появляются на свет две параллельные реальности. Незложенные члены комиссии все же успевают ненадолго обладеть микрофоном и объявить о том, что доклады зачитаны, а значит слушания состоялись. Несогласные с этим протестующие наскоро сколачивают свою комиссию, которая признает слушания несостоявшимися. Именно так. Это именно тот итог, к которому, возможно, и не стремилась пехота, но которого так желали достигнуть полководцы. Потому что если слушания не состоялись, никаких дальнейших действий по продвижению этого проекта в целом заказчики и подрядчики предпринять просто не могут. План Б, впрочем, возможно и план А, продуманный в первую очередь. Я вижу, что слушаний нет. Вы видите, что слушания есть? Люди выступают просто, вынимают время. В общем, мы можем с вами уже констатировать, что ничего не состоялось. Слушаний нет. Вот я не вижу этих слушаний. Я как юрист вам это заявляю официально. Когда нет комиссии... А вот мнение комиссии, проводившей слушания. Слушания объявляются закрытыми и состоявшимися, поскольку была доложена вся необходимая информация. Создается впечатление, что кто-то заинтересованно пытался их сорвать, однако они признаны состоявшимися, полностью вся информация была доведена. Так кто же победил? Чья Виктория? Мы должны отдать должное безумству храбрых. Но все же это именно им придется доказывать теперь то, что ничего не было. Не было никаких слушаний. Официально они были. Эта битва параллельных миров вряд ли теперь уже потревожит маленький Осиновский дом культуры. Шумно будет уже не здесь. Поэтому насладимся этими мгновениями тишины на поле брани. Возможно, это совсем ненадолго. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Мохов. Семь дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. В племенных хозяйствах скот не может быть больным. Куда исчезли племенные коровы в Черемшанском районе? Где искать следы от копыт? Репортаж «Семи дней». Во вторник Рустам Мениханов встретился с руководителем турецкой инвестиционно-строительной компании EP&EP Anshad. Открывая встречу, Рустам Мениханов поздравил гостей с завершением президентских и парламентских выборов в Турции. По итогам голосования президентом страны стал Реджеп Таип Эрдоган. В ходе встречи стороны обсудили возможные варианты развития сотрудничества, рассмотрели перспективы реализации совместных проектов. В среду в Москве в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Владимир Путин вручил Владимиру Чагину, семикратному победителю ралли Декар в классе грузовиков, орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. Среди награжденных орденом дружбы и жительница Нижнекамска, Надежда Шабалина, ветеран нефтехимической промышленности, бывший ведущий инженер-технолог завода по производству изоплена-мономера Нижнекамскнефтехим. Несмотря на все сложности, КАМАЗ устойчиво удерживает высокие показатели и входит в двадцатку крупнейших мировых производителей коммерческого автотранспорта. Об этом в пятницу на общем собрании акционеров КАМАЗа заявил Рустам Миниханов. На собрании подвели итоги деятельности акционерного общества за 2017 год. В работе собрания акционеров также принял участие генеральный директор компании «Ростех» Сергей Чемизов. Продолжаем семь дней. На этой неделе группа компании «Таиф» подвела итоги своей деятельности за 2017 год на итоговом общем собрании акционеров с участием президента Татарстана Рустама Миниханова. Год выдался непростым, прежде всего с точки зрения экономических условий, в которых пришлось работать предприятием группы. Назвать эти условия благоприятными, прежде всего для нефтехимического и энергетического секторов, основополагающих для «Таиф» сложно. Скажу более определенно, условия эти не предполагали роста, но он, этот рост, произошел. Возможно, потому что в компаниях группы «Таиф» уже научились работать даже не благодаря, а вопреки каким-либо условиям. Так и в этот раз, выступая с докладом о результатах деятельности группы компаний за 2017 год, генеральный директор УАО «Таиф» Альберт Шагабудинов отметил, что результаты работы ведущих нефтехимических предприятий ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньорксинтез», а также энергетической компании УАО «ТГК-16» были рекордными за все время их деятельности. Выручка группы «Таиф» по итогам года составила 593 миллиарда 400 миллионов рублей. Группа компаний продолжила модернизацию действующих и строительство новых производственных мощностей, направив на эти цели 73 миллиарда 900 миллионов рублей. И еще один показатель, который внушает уважение и к руководству группы компаний, и к коллективам предприятий, которые в ней трудятся. По итогам 2017 года уплачено 52 миллиарда 600 миллионов рублей налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, в том числе в бюджет Республики Татарстан около 17,6 миллиарда рублей. Но год нынешний, 2018-й, по ряду причин, может стать еще более сложным для УАО «Таиф». Так называемые налоговые маневры федерального правительства явно не способствуют поступательному развитию отечественной нефтехимии и нефтепеработки. И не только для «Таиф». Для всего Татарстана это тревожная перспектива. Что случается, когда маневр не удается? Правильно, машину заносят. В реальной жизни все происходит по схожей схеме. Налоговый маневр правительству России не принес ожидаемых плюсов, зато минусов и сбытки. Рост цен на топливо лишь один из побочных эффектов. Результатом может стать банкротство компаний, которые занимаются автозаправочным бизнесом. Но под удар попадают даже крупные нефтеперерабатывающие предприятия с многомиллиардными оборотами. Отражается на всех категорий людей. Вот в чем дело. Это все равно нехорошо. Надо тормозить все это. Что же происходит, как мы завернули на этот опасный путь? Изначально логика так называемого большого налогового маневра была в том, чтобы снизить экспортные пошлины на нефть, а налог на добычу полезных ископаемых, напротив, адекватно поднять. Подразумевалось, что для отечественных нефтяных компаний это станет стимулом заняться модернизацией своих НПЗ, с учетом того, что акцизы на нефтепродукты будут постепенно снижаться. В итоге все получилось с точностью да наоборот. В результате такого маневра цена нефти на внутреннем рынке резко повысилась, что для всей нефтеперерабатывающей отрасли в России стало болезненным ударом. Если нефтяные компании еще могли частично компенсировать эти непродуманные решения ростом экспорта нефти, для НПЗ, работающих на покупном сырье, положение дел стало совсем критическим. Фактически их поставили на грань выживания. В таком сложном положении сейчас находится компания Тайфенка, которая мало того, что вынуждена покупать нефть по завышенной цене, так еще сырье это более низкого качества, чем у других российских нефтепереработчиков. Соответственно, татарстанская компания несет дополнительные затраты и принимает на себя дополнительные убытки. Непомерные расходы могут составить 11 миллиардов рублей. Огромная сумма доложил на годовом общем собрании акционеров генеральный директор УАО Таиф Альберт Шагабудинов. Но есть и другие неважные новости. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий уже с 1 августа этого года введение экспортной пошлины на светлые нефтепродукты в размере до 90%. Данное изменение полностью решает заинтересованность фиперработчика в повышении глубины переработки нефтегазового сырья и получение максимального количества светлых нефтепродуктов. В нашем случае принятие такого решения приведет к неуменимому банкротству и ликвидации Тайфенка, поскольку нефтепродукт должен понести непомерные дополнительные расходы за 5 месяцев в сумме более 11 миллиардов рублей. Те вещи, которые сегодня происходят, они не усчитывают всех интересов. В данном случае, возможно, нефтяная отрасль и нефтепереработка, где вместе это как-то балансируется, но компании, которые будут работать на покупной нефти, они на самом деле могут обанкротиться. Понятное дело, в правительстве России знают об этих неблагоприятных прогнозах и там предлагают сгладить ценовые колебания за счет так называемого возвратного акциза на нефть. Суть его в том, что при росте цены на нефть выше определенного уровня нефтяникам возвращают часть уплаченного акциза на нефтепродукты. Идея вроде бы понятна, но в Тайфе обращают внимание на другой аспект проблемы. Так называемый возвратный или обратный акциз на нефть не учитывает ее качество. Поэтому предложение от группы компании Тайф ввести поправочный коэффициент для возвратного акциза на нефть, учитывающий ее низкое качество по сравнению с маркой Юрлс. И второе предложение о внесении в закон о таможенном тарифе экспортной пошлины в размере до 90% только на автомобильный бензин. Переработка российским НПЗ нефти разного качества по одинаковой цене является главным препятствием для создания равных конкурентных хранилищих условий для существования и развития нефтепеработки. Надо конечно действовать на опережение, поэтому все материалы, которые сегодня есть, их надо взять, нам надо очень серьезно работать по Москве. Я готов тоже подключиться к поручению министра экономики, министра финансов, министру промышленности, мы все поручения дадим, будем работать. С учетом всех этих реалий задача для группы ТАИФ сейчас как никогда сложна. Нужно не только сохранить действующие позиции на рынке, а существенно нарастить объемы производства, увеличить его эффективность. Уже сейчас на долю предприятий группы ТАИФ, как отметил президент Атарстана Рустам Миниханов, приходится 20% всего объема промышленного производства в республике. В планах ТАИФ двигаться дальше, вперед в соответствии со своей стратегией развития до 2030 года, которая подразумевает инвестиции на уровне более 2 триллионов рублей. Направление и перспективы развития ТАИФНК в этой стратегии также четко обозначены. Это направление на увеличение доли выпуска высокомаржинальных светлых нефтепродуктов. И мы видим даже на этом графике, что компания движется намеченным курсом довольно успешно. С пуском комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, который не за горами, ТАИФНК закрепит за собой статус одного из лидеров в отечественной нефтепереработке. В нефтехимии же ставка на амбициозные проекты ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казанерксинтез», входящие в группу компаний ТАИФ. Уже сегодня на их доли приходится 70% всех производимых в России гаучуков, 42% пластиков и такая же доля по этилену. Причем важно отметить, что по основным позициям предприятия группы ТАИФ растут быстрее российских конкурентов. Впрочем, задачи работать на опережении никто не отменял. Для Нижнекамскнефтехима базой для этого станет строящийся новый олефиновый комплекс мощностью первой очереди 600 тысяч тонн этилена в год. Недавно подписанное на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о финансировании этого масштабного проекта знаменует новый этап в истории компании. Если взять Петербургский форум, кроме вот этого крупного кредита, который синдицирован Дочебанком для проекта «Итилен», таких событий нет. Это же в условиях санкций Евросоюза к России, значит, вот такой крупный кредит. Ну и Ваша работа в части модернизации энергетики, Ваша работа в части работы по каучниковым направлениям, по полимерным направлениям. Конечно, у нас есть мечта газовый завод построить. «Казанерксинтез» продолжит курс в направлении модернизации действующих производств, а в более отдаленной перспективе строительство нового комплекса нефтехимических производств на базе переработки газового сырья. Про каждый проект в группе «Таиф» можно сказать высоко рентабельный, с отличной перспективой. Это уже правило, норма для компании, цель которой – постоянный рост собственной капитализации. Сейчас идет реализация крупномасштабных проектов, о котором сейчас Вам Расамон Галич говорил. Они должны существенно повысить капитализацию компании, которая является тоже доходом для нашей компании. Поэтому, а там доходность ожидается более 25-30%, мы ни один за проект не беремся, где меньше доходность 25-30%. Поэтому я считаю, что это задел на будущее. Примеры таких амбициозных проектов есть не только в нефтехимии и нефтепереработке, но и в энергетике. Для «Таиф» это направление относительно более новое, но темпы развития энергетической компании «ТГК-16» говорят сами за себя. Год 2017-й стал знаковым и для нее. На Казанской ТЭЦ-3, которая недавно отметила свое 50-летие, была введена в эксплуатацию одна из самых мощных и эффективных газотурбинных установок в мире электрической мощностью 405 мегаватт. Все эти масштабные реализованные проекты позволяют группе «Таиф» направлять огромные средства на социальные программы, благотворительность и поддержку спорта. В целом на эти цели, на развитие страны «Таиф» в минувшем году выделил около 167 миллиардов рублей. Сегодня в группу компании «Таиф» входят 47 различных предприятий, в них трудятся 41 тысяча работников, и все они получают достойную зарплату. Средний размер которой по всей группе составил в 2017 году 48 тысяч рублей. Сегодня группа компании «Таиф» – это одна из наших ведущих групп. И отдельные слова благодарности за ту поддержку, которую вы оказываете в счастье в обеспечении наших селян поплевым, за те проекты, которые реализованы на наших исторических, культурных объектах, программа социальной ипотеки, ну и ваша большая программа, когда вы своих работников обеспечиваете жильем, плюс достойные зарплаты. На состоявшемся после собрания акционеров заседание нового совета директоров по предложению Рустама Миниханова, председателем совета директоров вновь избран первый заместитель генерального директора УАО «Таиф» Рустам Сультеев. Подтверждены полномочия генерального директора УАО «Таиф» Альберта Шигабуддинова. Тимур Бекмурдин, Роман Безменов и Андрей Кузьмин. Семь дней. Это только при очень поверхностном взгляде на вопрос может показаться, что проблемы нефтехимиков и нефтепеработчиков – это проблемы нефтехимиков и нефтепеработчиков. Даже самый очевидный пример – представьте, как увеличение налоговой нагрузки на отечественные НПЗ повлияет на тот же аграрный сектор. Известный факт – сегодня в Татарстане эти предприятия практически напрямую датируют сельское хозяйство, предоставляя им топливо по льготным ценам. Что будет, если они не смогут это делать по объективным причинам? Честно говоря, даже не хочется об этом думать, потому как душа радуется, когда видишь, как развивается татарстанский АПК при поддержке наших властей и инвесторов. На этой неделе в Лаишевском районе в Татарстане прошла традиционная агротехническая выставка с участием президента республики Рустама Миниханова – так называемые «Дни поля». Ее участниками стали более 150 компаний из 21 региона России. Но сегодня в нашей программе мы бы хотели обратить внимание не только на достижения в сельском хозяйстве, которых тоже немало, а на отдельные недостатки и проблемы в этой сфере. Эльзира Юзаева из Черемшанского района. Красота – великая сила. Даже буренком наводят марафет. Коровы племенного хозяйства Козыл-Юл Болтасинского района не раз получали золотую медаль на престижных конкурсах коровьей красоты. Правда, жюри поражали не только внешние данные, но и физические возможности. 61 килограмм молока с одной дойки – невиданный рекорд. Это как минимум в шесть раз больше, чем возможности каждой среднестатистической коровы. В ноябре 2013 года такие коровы-рекордсменки и просто красавицы отправляются в Черемшанский район на ПМЖ. Это был своего рода жест взаимопомощи. 500 голов крупнорогатого скота из передовых племенных хозяйств должны были повлиять на спавший рейтинг района. В хозяйствах Черемшана скотину косит туберкулез, район не может оправиться от результатов выявленных приписок. Теперь уже бывший глава Черемшанского района Наиль Зарипов лично подает челобитную в Казанский Кремль. Уважаемый Рустам Нургалеевич, обстановка в животноводстве остается крайне неблагоприятной. Просим вас оказать финансовую помощь для покупки племенных нетерей в количестве 500 голов на сумму 50 миллионов рублей. Это был подарок судьбы. Главное государственное сельскохозяйственное управление по племенному делу впервые в истории Новой России по распоряжению Кабинета министров создает беспрецедентное постановление. Лучшие отборные буренки племенных хозяйств из Балтасей Черемшанский район получает практически даром. За 50 копеек за каждый килограмм веса. То есть, если одна корова в среднем весит 450 килограммов, то район ее приобрел за 250 рублей. Когда рыночная стоимость коровы составляет не менее 120 тысяч рублей. Разница более чем в 500 раз. Где можно купить корову за 250 рублей? Согласно постановлению, племенные хозяйства продают 500 голов Черемшанскому району всего за 130 тысяч рублей. Взамен им из бюджета республики выделяется субсидия компенсации в размере 30 миллионов рублей. Никто не остался в накладе. Черемшанский район получает дешевых коров, племенные хозяйства свои деньги. Из 500 голов большая часть 346 попадает в село Старое Кадзеево, в хозяйство Радиса Камалова, который, как оказалось, также был любителем эпистолярного жанра. Уважаемый Наиль Шамилевич, прошу вас помочь в финансировании на покупку племенного скота, так как в настоящее время фермерское хозяйство находится в крайне тяжелом состоянии. Сохранность поголовья скота, получение приплода, эффективное использование выделенного поголовья гарантирую. Старое Кадзеево Черемшанского района, весьма крепкое село, вот только эта ферма на отшибе портит весь деревенский пейзаж. Дорога к этой ферме уже поросла травой, видно, сюда давно не ступала нога человека. Сзади вон остался сток старого прошлогоднего сена, а впереди пустые помещения фермы, где гуляет только ветер. Мистика, да и только июнь 2018 года. С момента привоза на эти фермы дармовых коров прошло всего 4 года. За это время, по самым скромным подсчетам, поголовье выделенного государством скота должно было, как и зарекался господин Камалов, увеличиться как минимум в три раза. Но ни одного животного на территории фермы обнаружено не было. На минуту речь идет не о хомячках, которых можно спрятать за пазухой, куда делось огромное стадо. А вот и сам глава фермерского хозяйства Радис Камалов, получивший крупный бонус от государства. Живет и здравствует в деревне и по сей день. На вопрос об исчезновении казенного парнокопытного имущества отвечает с невозмутимым спокойствием. Все племенное стадо скончалось от непродолжительной болезни. Все 346 коров померли при первой же возможности. У нас в племенных хозяйствах скот не может быть больным или каким-то, так как каждые пять год они проводят переаттестацию, полный перечень исследований ветеринарных проходится. По словам специалистов, каждая болтасинская золотоносная корова имела ветеринарное свидетельство, подтверждающее ее абсолютное физическое здоровье. Более того, господин Камалов лично приезжал и животных отбирал себе сам. Под каждой коровой стоит его личная подпись. Предприниматель Радис Камалов всего за четыре года уже запамятовал о своем письменном прошении и о своих обязательствах. Честное слово фермера оказалось пустым звуком. Всю вину на произошедшее горе-фермер сегодня валит на бывшего главу, который якобы чуть ли не насильно заставил предпринимателя взять это тяжкое бремя на себя. На руках руководства сельхозуправления Черемшанского района нет никаких правоустанавливающих документов. Постановление действительно было. Есть договор купли-продажи скота между племенными хозяйствами и предпринимателем Камаловым, где как раз и значится, что с момента оплаты племенной продукции право собственности перешло к заказчику, то есть к нему. Радис Камалов действительно стал полноправным хозяином. И этим правом он, как оказалось, воспользовался уже через несколько месяцев, после того, как в деревню пригнали стадо. Пропавших буренок сегодня ищут и в Казани, и в Черемшане, и в Ульяновске. 15 апреля 2014 года, буквально через пять месяцев, Радис Камалов отписывает весь племенной скот некой ульяновской компании ВЕК за долги. Они были вам обещаны, да? Они законно мои, по документам вообще. Мифическое стадо сегодня ищут кредиторы всех мастей. Хозяйство находится в процессе банкротства. С КФХ Камалова пока безуспешно пытается взыскать 15 миллионов рублей. Чтобы погасить эти долги, конкурсный управляющий пытается обнаружить на пустых фермах хоть какое-то имущество, в том числе 346 голов. Куда делал? Куда делал имущество? А, скушал. Так объяснил он мне. Эта история могла бы стать хорошим сюжетом для мистического триллера, где Камалову отведена воистину главная роль. Но в этой истории вопросов много, и помимо исчезнувших коров. Почему именно радист Камалов стал претендентом на получение такого заветного куша? Депутат районного совета, предприниматель, бизнесмен, имеющий, по словам местных жителей в деревне, весьма сомнительную репутацию. Именно в хозяйстве Камалова годами ранее были зафиксированы многочисленные факты заболевания животных. Именно в его хозяйстве годами ранее во время проверок выявлялись нарушения в содержании коров. Если бы не одно «но». Как получается, вот кому-то дает, а кому-то не дает? А чего это, как вы думаете, зависит? Не скажу это. Не скажете? Да красные глаза, наверное. Ильзира Юзаева, Роман Безменов и Хамид Шамсеев. Семь дней. Иногда возникает желание скрыться от всех проблем, уехать подальше из города, например, на природу, поближе к водоему. Насладиться отдыхом можно, но сложно. Палящее солнце и горящие свалки могут испортить вам все впечатление от загорного времяпрепровождения. Но есть беда и пострашнее. Полчища-мышкары на этой неделе атаковали Волгоград, один из городов-организаторов чемпионата мира. Несмотря на отчаянные усилия местных властей, защитить от кровососов не удалось ни болельщиков, ни даже футболистов. Атаку назойливых мошек пережили на себе и жители некоторых районов и городов республики. Зарина Ахметова о том, как сохранить кожу от укусов. Атака мошек в Волгограде во время чемпионата мира по футболу стала не только поводом для обсуждений, но и для многочисленных шуток. Кто-то называет их новым секретным оружием русских, а кто-то, следуя примеру иностранных властей, предлагает ввести против них санкции. Организаторам матча даже пришлось на время изменить условия прохождения на стадион. И всем болельщикам было разрешено проносить баллончики со спреем. К слову, к такой мере защиты пришлось прибегнуть и футболистам. Гостям Казани в этом плане повезло намного больше. Назойливых москитов на улицах города не встретить. Но вот если выехать за пределы столицы, то можно столкнуться с подобными неприятностями. Вот, к примеру, такое видео на прошлой неделе разместил в сети житель из Кукмарского района. Рой насекомых нападает, кусает жадно и беспощадно. Автор из Кукмара вспоминает, такой налет мошкары в последний раз был в 92-м году. Подобные ситуации еще в двух районах – Арском и Балтасинском. Кусаются, кусаются, очень сильно кусаются. Что приходится делать? Ну, одеваться потеплее. Страдают от укусов и животные. Фермерам, прежде чем отправлять скот на пастбище, приходится обрабатывать его медикаментами. Специальные спреи от мошек стали товаром номер один в ветеринарных аптеках. Фармацевты говорят, лучше вовремя принять меры защиты, чем потом долго расплачиваться за последствия. Могут, например, кусать в уйме и начаться, потом мастит у коровы. И приходится очень долгое лечение, и молоко нельзя будет сдавать потом уже. Убытка будет больше, чем не обрабатывать. Да, вечер именно сильная мошкара. Он прям сильный, вот он даже, видите, какой бобдер появился даже. Очень кусает, я вот вчера выходил, кошмар какой-то, ужас, вообще невозможно. А это уже Нижнекамск. Средства от насекомых и антигистаминные препараты здесь уходят на ура. И это неспроста. Укус мошки вызывает у человека неприятный зуд и аллергическую реакцию. Причем у каждого она проявляется по-разному. В слюне содержатся чужеродные белки, которые при попадании в организм вызывают ответ иммунной системы нашего организма, которая проявляется аллергической реакцией. Если у кого-то это может быть небольшой отек, который быстро проходит, то у некоторых людей это может быть в виде острой аллергической, очень опасной реакции, такой как отек венки, анафилактический шок. В отличие от укуса комара, который прокалывает кожный покров, мошка прокусывает верхний слой кожи, оставляя небольшую ранку. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не расчесывать место укуса, чтобы не занести инфекцию. Лучше приложить к месту отека что-то холодное – лед или бутылку с водой. По возможности принять антигистаминный препарат, любой, какой у вас есть в вашей аптечке, согласно возрастным дозировкам, и уже при возможности медикаментозного лечения, применять препараты, содержащие цинк. Это различные крема, болтушки, спреи. А вот выезжая на природу, лучше заранее запастись специальными средствами. Либо следовать примеру жителей Балтасинского района и одеваться теплее. В таком наряде на природе долго не продержаться. Назойливая мошкара липнет ко всем доступным частям тела. Укуса сразу не почувствуешь, а вот последствия будут проходить очень долго. Поэтому, если вам дорого здоровья и целостный кожный покров, то лучше забудьте о красоте и ровном загаре. И лучше. Обзаведитесь вот таким костюмом. В нем хоть и жарко, но зато не кусают. Некоторые прибегают к более изощренным средствам. Например, ванилину. Рецепт прост. Пакетик ароматизатора смешивают с кремом и наносят на открытые участки тела. Либо используют как пудру. Если у вас ничего нет и есть просто ванилин, то можно, что называется, припудрить носик. Открыл ванилин, на руку насыпал порошка, он как сахарная пудра. Вот так вот припудрил носик, лицо, щеки, шею, руки, ноги. Все открытые части тела. И мошка туда не идет. Сейчас активность мошек спала. Постепенно их число сократится. Но все-таки, выезжая на природу, на всякий случай прихватите с собой ванилин. Зарина Ахметова, Роман Безменов, 7 дней. Это все на сегодня. С вами была программа «Семь дней». И я, Тимур Бекмурзин. Всех с победой сборной России. А значит, праздник футбола продолжается. До свидания. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век» в программе «Семь дней». Здравствуйте. Поговорим о погоде на ближайшие «Семь дней» в студии Лейлы Латыпова. Начало следующей недели обещает быть жарким. А вот со среды температуры начнут понижаться. Ожидаются дожди, порывистый ветер. Так, на северо-востоке республики в понедельник будет жарко до 31 градуса. Со среды температура понизится. К концу недели местами плюс 19 пройдут дожди. На юго-востоке также. Если в понедельник и во вторник плюс 30, то в среду уже плюс 25. А к субботе всего 18 градусов и с дождем. Пасмурный дождливый циклон с понижением температур посетит и центральные районы республики. Вторая половина недели обещает быть дождливой с невысокими температурами до 18 градусов. На юго-западе в понедельник и во вторник до плюс 32. В среду всего плюс 25. А в четверг ожидаются дожди. Температура понизится и к выходным до 17 градусов. На северо-западе республики и в Казани также. В первой половине недели будет жарко, без осадков. В среду синоптики обещают дождь, понижение температур и к выходным плюс 18. Местами также пройдут дожди. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый будний день на канале ТНВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова